я всех приветствую дорогие друзья сегодня поиграем в игру destiny 2 будем играть с автоматом жесткий свет и на первом слоту у нас так же будет дробовик уровень угрозы но это уровень угрозы это пве по большому счету дробовик со 40 вот а автомата в этой игре скажем таки немножечко апнули вот и соответственно немалое количество людей играть с автоматами ну и карта в принципе плюс-минус располагает более-менее именно на игру с автоматом то есть здесь есть такие немаленькие дистанции где можно поперестреливаться с противниками ну и что хочется сказать что наверное меня больше именно ну мне симпатизирует те игры где нету ваншота в голову то есть их меньше как бы да вообще ваншота в тело в голову это в принципе норм тебе игра дает возможность пострелять то есть больше казуальщины поскольку некоторые скажем такие мои домыслы некоторые заработчики болеют начинают болеть киберспортом и делают высокий time to kill там ваншот в боди со снайперок например ваншот в голову и что-то подобное то есть быстрое убийство и играть в такое бывает тяжело там если проблема с фпсом проблемы с пингом то играть уже сложнее вот что же касается дистане то здесь можно постреляться вот ваншоты есть но со снайперки в голову ваншот также с гранатометов с плазменных винтовок который достаточно долго заряжается но и ваншота с ракетометов ваншоты ульты это тоже да есть такое но ульту еще нужно накопить поэтому принципе если игра дает постреляться хотя бы своим пользователям я считаю что это уже нормально с револьверов обычно убиваем противника за три попадания в голову которые собственно говоря нужно сделать с автомата нужно много попадания в голову и если вспомнить геймплей некоторых игр то например вот скажем таки тот же warface то там игра превращается геймплей игры превращается в то что нужно бежать и просто напросто тупо стараться попасть в голову противнику то есть геймплей превращается именно вот такую вещь когда ты бегаешь и твоя задача просто тупо попасть в башку противнику например да вот ну и здесь нас убил противник я одного зарашил с дробовика вот добил его а второй нас за два тапа добил ну уже коцаным мы были наш персонаж был коцаным и за два тапа он забрал нас по поточным попаданиями по голове но заметь что в очередной раз в дэстине титбокса чуть больше также выпрыгиваем ну скажем таки прилетаем сюда на определенную дистанцию начинается перестрелка вот неплохо попадая противнику в голову желтые цифры ребят в дэстине 2 это информация о том что вы попадали именно противнику по голове но и здесь также мы делаем попадание и по телу и по голове противнику и собственно говоря его также добиваем всей скажем таки своей командой принимая решение ультануть и соответственно в прыжках там бегу и прыгаю местами вот снайпер кстати промахнулся не попал по нам начинает работать из револьвера если не ошибаюсь шипа ну и мы прыгаем в портал даже кстати если ультануть во время прыжка то выглядело это вот таким вот образом кидаю гранату но здесь я ошибся то есть рассчитывал то что скорее всего здесь только один противник но казалось противников немалое количество не знаю что не делают все толпой на уже захваченные точки и соответственно они толпой меня забрали то есть в конце снайпер добил когда я убегал одного противника я добил в воздухе сзади сразу в спине появился враг который с дробоша нас шотнул вот такие вот дела но кстати можно в принципе при желании контролить вот этих противников с дробошами не давая и им подойти к нам на определенную дистанцию но здесь карта такая что есть некие такие скажем такие места где есть прыжки грубо говоря ну как телепортами их не назвать батуты некие вот и как говорится это тоже нужно учитывать а так понимаешь что где-то кто-то ультанул но я не рассчитал лишь то что это у нас охотника вот там с ультой а это при использовании данной ульты охотник в виде сквозь текстуры поэтому то что я находился на картах и пытался пропасть мини карты это достаточно бесполезная тема что нужно было делать нужно было набрать в руки дробовик и просто бежать там на противника вот пытаться хотя бы успеть один раз выстрелить и ударить милишкой как вариант также добиваем бойца вражеского начинаем захватывать точку здесь моя ошибка не сразу заметил противника то есть и соответственно они меня убили раньше чем я хотя бы кого-то забрал вот нужно больше именно смотреть на радар здесь также по радару мы видели противника но и собственно говоря с дробаша шотгана моего уничтожили перезаряжаю жесткий свет автомат кстати у этого автомата есть три стихии которые можно переключать но переключаются они достаточно длительное время поэтому я как бы не акцентирую на этом свое внимание на переключение ну и также могу отметить что в принципе целесообразно было бы переключать и ульту переключать точнее наш автомата на в зависимости от того какую ульту так или иначе использовал противник забираем двоих бойцов но в спину нас также уничтожают с моим неким товарищем а по команде и собственно говоря рисуемся уже на очередной следующей точке это у нас режим контроль что в принципе на заставляет игроков двигаться и геймплей здесь такой динамичный также видим бойца врага противника который прыгает ну и он был достаточно сладеньким тупо за на титана летел и мы его уничтожали в воздухе ну и бойцы далеко не самые сильные вот поэтому они позволяют нас как бы уничтожать их здесь противником у нас фактически размен был хотя нет я его очень сильно про коцал но забрал мы его мой товарищ из револьвера примерно выглядела вот таким вот образом также мы перепрыгиваем на другую сторону карты уже в прицеле стреляя по врагу забираем двоих бойцов попаданиями в голову круто замечательно не тороплюсь понимаю что там снайпер вот взял дробовик не попал то есть и первым выстрелом вообще промахнулся вторым может немножко про коцал ну и конечно же нас и за это скажем таки за эти промахи наказали ну и дроби дробовик скажем таки ну как он это пвешный дробов по большому счету просто что-то там перекидывать мне был лень и играя за варлока я вот запустился как есть одного противника убил второй меня сразу же разменял также уничтожил скорее всего бойца моего никого скажем таки другана по команде вот и в очередной раз мы рисуемся ульта у нас также откатилась с левой стороны вот мы видим что ульта у нас есть и в принципе ее можно где-нибудь и юзануть но нужно найти опять таки подходящее место и ни в коем случае не сразу же не кликать на кнопку ульты как только мы увидели то что она зарядилась вот использую ульту здесь чувак убегал прям ко мне прибежал при этом по меня и не дамажил таки особо вот прям мимо бежал мы его забираем ну и начинаем кататься по карте вот еще одного врага находим и также его распиливаем из минусов это ульты электрической то что у нас достаточно скажем таки медленный персонаж становится но типа он не особо быстро перемещается вот она с другой стороны ульта на с автонаводкой просто клипкаем лкм и там цепная реакция от противника к противнику даже может цепляться здесь также добиваем бойца попаданием в голову последнем но и начинаем захватывать очередную точку на выглядит примерно все таким образом здесь на мосту также противники кидая гранату но врага уже забрали круто замечательно и уже перебегаем другую сторону начинает дамажит вот здесь ошибка дамажил одного противника но почему-то переключился на другого впереди меня была использована ульта как я понял но это ульта союзника не по из-за этого я тоже немножко как бы запутался то есть и соответственно начал переключаться при огне с одного противника на другого но также ставите с дробовиком ожидаю агрессии но потом понимаешь ничего такого не будет и собственно говоря добиваем противника все так всей толпой из автоматов ну и сразу же первым бегу на следующую точку на ее нужно захватить на поскольку все таки мы хотим выиграть поэтому нужно захватывать прежде всего именно эти точки уходим сюда на центр беру в руки дробовик встречая противника его подловил скажем таки он тоже rush и находился в полете а я находился на поверхности но здесь я запутался провтыкал на смотрел на мини-карту понимал что противник где-то здесь рядом находится но он вот оказался прямо подо мной и спину меня разобрал ну и все в принципе окончание этого боя на вот наша команда выиграла в принципе отыграли неплохо противники были далеко не самые сильные поэтому удалось нам сделать аж 32 кило с жесткого света но игра с автомат она примерно вот плюс-минус такая вот такой ребят был геймплей всем на этом удачи всем пока